Екатерина Максимова Екатерина Максимова родилась в 1939 году в семье интеллектуалов. Ее дедушкой был русский философ Густав Шпет. Серьезный интерес девочки к балету сначала насторожил ее маму, так как до этого момента в семье Максимовых не было профессиональных артистов. Тогда она попросила совета у танцовщика и педагога Большого театра Василия Тихомирова, и тот порекомендовал ей отдать дочь в Московское хореографическое училище. Педагоги сразу заметили феноменальный талант юной балерины и приглашали ее участвовать в спектаклях Большого театра, когда она была еще ученицей. С того времени чудом сохранилась раритетная запись юной Максимовой, танцующей «По де троа» из балета «Щелкунчик» в редакции Василия Вайнонена, вместе с молодыми Владимиром Васильевым и Аллой Манкевич. Катя уже в 14 лет выглядела как настоящая балерина, ее детская угловатость сочеталась с женственной мягкостью и изяществом. Но главным, что приковывало к ней взгляд, была лучезарность. Максимова испытывала счастье от танца и отдавала его своему зрителю. Педагогом Максимовой, как и многих московских балерин предыдущего поколения, Майи Плесецкой, Суламифи, Мессерер, Раисой Стручковой была Елизавета Герт, ведущей преподаватель женского классического танца XX века. Строгая наставница была верна классическому балетному образованию, полученному ей самой в Императорском балетном училище, и не признавала тенденции к упрощению современного балета. Елизавета Герт редко хвалила своих учениц, однако талант Екатерины Максимовой признавала всегда. Именно ей, тогда еще ученице восьмого класса, Герт доверила исполнить сложную главную женскую роль в балете «Щелкунчик». Самые умные ноги в мире В 1966 году балетмейстер Юрий Григорович вместе с художником Симоном Версаладзе поставили в Большом театре революционного во всех смыслах «Щелкунчика», где героям предстояло пройти целую серию испытаний и перевоплощений. На каждом этапе пути они танцевали дуэты и падэдэ, танец для двух участников, усложняющиеся к финалу, и особенно трудные пассажи достались именно Максимовой, исполнительнице роли Маши. Григорович продумывал их в расчете на бриллиантовую технику ног балерины. Причем сравнение с бриллиантами было не случайным, хоть и не имело отношения к драгоценному камню. В финальном свадебном падэдэ играла челеста, редкий инструмент, похожий по звучанию на звон колокольчиков. Это падэдэ было сложнейшим для исполнения фрагментом, и Максимова танцевала эту вариацию танца феи драже с точным посекундным попаданием в такт. И казалось, что именно от движений балерины звенели и переливались бриллиантовые колокольчики. До сих пор, когда молодой исполнительнице доверяют роль Маши, и она выполняет все движения этого фрагмента правильно и точно, она как бы получает боевое крещение от Максимовой и переходит на новый уровень мастерства. Китри-москвичка Другой знаменитой ролью Максимовой в Большом театре была Китри в Дон Кихоте. В нем она танцевала со скоростью вихря, буквально летала над сценой, не касаясь ее поверхности. Максимова достигала эффекта полета необычным образом. Она стремительно делала сотню мелких шагов, па, высоких упругих прыжков, жете и энергичных вращений, чем значительно увеличивала количество движений, предусмотренных балетмейстером Мариусом Петипа. Балерина добивалась того, чтобы зритель в зале этих движений не замечал, а сегодня можно рассмотреть ее уникальную технику подробнее, только просмотрев видеозаписи выступления в замедленном режиме. У Максимовой не было страстного средиземноморского темперамента, как, например, у Майи Плесецкой или Суламифи Миссерер, которые феноменально стилизовались под испанок. Ее Китри была стопроцентной москвичкой – бесстрашной, бесшабашной и раскрепощенной. Поэтому столичные поклонники старались не пропустить ни одного выступления Екатерины в Дон Кихоте. Балеты Григоровича Отдельной нишей в творчестве Максимовой были роли в авторских балетах Юрия Григоровича. Когда Екатерина только пришла после училища в Большой театр, в 1959 году Григорович ставил каменный цветок Прокофьева, и ей, неопытной девчонке, досталась роль Катерины в премьерных спектаклях. А спустя девять лет она стала первой исполнительницей партии «Фригии» в «Спартаке». Максимова исполняла роли в этих спектаклях несколько иначе, чем другие артистки. Не вводила в танец элементы гимнастики, которых требовал от балерин 1960-х Григорович. Максимова оставалась на сцене сама собой, и даже необычные поддержки в адажио и дуэтах исполняла на свой лад. Она использовала опыт исполнения миниатюр балетмейстера Касьяна Галейзовского, которые требовали полного раскрепощения тела, превращения его в бескостную материю, и ее движения всегда были текучими, бесплотными и потому лишенными резких спортивных элементов. Максимова и кино Записей выступлений Максимовой сохранилось, увы, очень мало, но каждую из них можно считать достойным пособием по истории балета 70-х и 80-х годов прошлого века. Позднее творчество Максимовой осталось в фильмах-балетах «Анюта», «Галатея», «Сотворение мира», «Старая танго». Максимова хотела сниматься всегда, но не умела совмещать работу в разных жанрах, считала, что если будет уделять время кино, то придаст профессиональный балет. Она пришла в кинематограф сравнительно поздно, лишь после того, как станцевала в Большом театре все возможные роли. Участие в музыкальных кинофильмах и фильмах-балетах, созданных специально для нее, значительно продлило творческую жизнь балерины, расширило ее амплуа в жанрах комедии и эксцентрики. Советские артисты в итальянской травиате Когда известному итальянскому режиссеру Франко Дзефирелли в 1982 году понадобились танцовщики-виртуозы в его новый фильм-балет «Травиата» для сцены Кариды, он пригласил сниматься не настоящих испанцев, а тех, кто танцевал лучше них – Екатерину Максимову и Владимира Васильева. Очевидцы рассказывали, что сцену с танцовщиками сняли с первого и идеального дубля, хотя по балетным меркам артисты уже достигли пенсионного возраста. Максимова навсегда Екатерина Максимова и ее супруг Владимир Васильев – блистательный танцовщик Большого театра – были настоящими звездами СССР в широком смысле слова. Благодаря им и их выступлениям сформировалось такое важное понятие, как «большой балет» – визитная карточка Советского Союза в мире искусства. Максимова была балериной академического направления, наследницей принципов императорского балета с его сложной техникой и каноном точной и грациозной позы. В танце она ничего и никогда не упрощала. За ее виртуозностью, недостижимостью и тайной невозможно было не тянуться. И люди тянулись. И даже сегодня говорят о балерине только в настоящем времени. Максимова эту вариацию танцует так-то. Скорость Максимовой. Улыбка Максимовой. Екатерина Максимова – бриллиантовая балерина Советского Союза. На портале «Культура.РФ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова